В последнем видео данного курса мы узнаем, как правильно экспортировать наш расчет конструкций. Перед самой распечаткой данных, нужно сначала с помощью кнопки «Актуальный протокол результатов» создать предпросмотр протокола. В открывшемся окне оставляем все по умолчанию. Теперь появится предпросмотр PDF-файла, созданного на основе выбранного протокола результатов. Все разделы и подразделы протокола отображаются в навигаторе слева. В данном окне можно отредактировать также титульный лист, верхний и нижний колонн титулы или макеты страниц. С помощью кнопки «Выбрать позиции для протокола результатов», затем можно отобразить различные дополнительные данные и результаты или удалить существующие. Во вкладке «Загружение и сочетание нагрузок» выберем возможность правила комбинирования. Теперь они автоматически вставляются на правильное место в протоколе. Поскольку в нашем примере встречается только одно сочетание нагрузок, будет протокол результатов довольно краткий. В случае большого количества расчетных сочетаний можно из списка удалить те, которые нам не нужны, и затем настроить протокол. Чтобы создать заголовок протокола, нажмите на кнопку «Задать заголовок». В новом окне затем можно настроить все данные заголовка, логотип и прочее, а также выбрать из базы данных другой протокол результатов. На панели инструментов в верхней части окна находятся разные команды для навигации по протоколу. В протокол результатов можно интегрировать каждый рисунок, отображаемый в рабочем окне. И пюры результатов сечений, стержней, опор, а также деталей сечений можно тоже легко перенести в протокол, нажав в соответствующих диалоговых окнах на кнопку «Печать». В окне «Печать графики» сначала выберем протокол результатов, в который хотим вставить изображение. Потом определим размер и способ его отображения. Здесь можем выбрать возможность «Только актуальная», тогда в протоколе появится все то, что в данный момент отображается в рабочем окне, или возможность «Общая распечатка», которая позволяет выбрать также другие результаты и формы отображения. В новом окне перейдем на вкладку «Результаты», и снова выберем «Осевые силы», «Поперечные силы» и «Моменты» в направлении «Z». В данном диалоговом окне можно определить отображение выбранных данных. После закрытия окна, будут все нами выбранные результаты отображаться в нижней части протокола. Завершив настройки, экспортируем протокол результатов, как файл PDF. Для этого достаточно лишь нажать в меню на запись «Файл», и затем выбрать возможность «Экспорт в PDF». В диалоговом окне «Сохранить как» нужно задать место положения и наименование файла. Дополнительный раздел «Описание», затем позволяет вводить разные примечания для PDF-файла. Кроме того, файл PDF создается уже с закладками, которые облегчают навигацию в цифровом документе. Каждую графику в рабочем окне можно распечатать также напрямую, не включая в протокол результатов. Это был курс работы с программой RFM для начинающих. Надеемся, что вы хорошо провели с нами время. До встречи на следующем курсе.